Открыли турнир гости. Сборная гонбольной команды Астраханцев, представляющая среднюю школу Олимпийского резерва имени Владимира Александровича Гладченко. Гости начали и забили первый гол. Однако не прошло и минуты, как в их ворота влетел ответный мяч от команды «Авиатор». Еще через минуты Ахтубинцы забили второй гол, затем через пару минут третий. Третий. Зрители, воодушевленные успешным началом турнира, поддерживали нашу молодую команду. «Авиатор! Авиатор!» «Мы следим за их игрой. Нам нравится, как они тут играют. Молодцы, да». Ахтубинские гадболисты продолжили успешное начало, забив еще пару мячей, после чего тренера астраханской команды, заслуженный тренер России Андрей Пчеляков, взял тайм-аут. И в этом перерыве перестроил состав команды, вывел из игры молодых игроков, заменил опытными бойцами первой линии. Перемена в игре была заметна сразу. Астраханцы сравняли счет 5-5. Ахтубинцы, конечно, молодая команда. Им очень тяжело играть против профессионалов в Астрахани. Мне доверили эту игру судить, и мне нравится то, что хотя бы так все устроили. И Николай Николаевич молодец, что все организовал. На этом гости не остановились. Оторвались на два гола и с небольшим преимуществом завершили первый период. «Команда сильная, играли очень хорошо. Не хватает тренировок у нас, но мы не отчаиваемся, продолжаем играть дальше. Надеюсь, в будущем у нас все получится, мы будем выигрывать». Андрей Пчеляков больше не экспериментировал. На поле с Ахтубинским авиатором играли только опытные гадболисты. Благо, запасных было вдвое больше, чем в команде авиатора. «Я вообще первый раз в Ахтубинске. Команда с первого раза. Хочу сказать, у меня хорошая подготовка. Играет все неплохо. Обыгрывают. Даже начали выигрывать. Но мы их догнали по счету. Сейчас второй тайм сыграем и посмотрим, какой будет счет в конце». Ахтубинцы не сдавались и без труда, но продолжали забивать голы. Всего за поединок забросили в ворота астраханцев 20 голов. Но это было ровно в два раза меньше, чем забили гости в ворота авиатора. «Обидно очень, что наши ребята сегодня, несмотря на хорошее настроение и настрой, проиграли астраханской команде. У ребят Ахтубинского клуба есть большое желание играть, есть небольшой опыт таких игр. Но, к сожалению, отсутствует слаженность, отсутствует сыгранность в команде, сказывается отсутствие постоянных регулярных тренировок в связи с отсутствием тренировочной базы. «Я считаю, что Николай Николаевич Астапенко преодолеет все тяготы и невзгоды. И мы увидим блистательную игру когда-нибудь нашей Ахтубинской команды по гонболу». И ничего удивительного. Результат был предсказуем. Профессиональная команда играла с любителями. «Раньше мы вместе играли еще в 2000-2004 году за команду «Авиатор» здесь в Ахтубинске. Команда была, да, поиграли медали. Раньше была команда, конечно, многим сильнее. Сейчас в данный момент видно, что команда слабовата подготовкой, конечно, в сравнении с тем, что есть у нас, хоть у нас там невеликая. Но здесь слабее. Конечно, хотелось бы видеть здесь тот былой авиатор, который был во времена, когда великие здесь большие люди играли. Тем более, это родина гонбола в Астрахани? Да, это родина астраханского гонбола, поэтому хотелось бы здесь видеть более мощную команду». В завершении турнира руководитель отдела районной администрации по физкультуре и спорту Виктория Журавель поблагодарила гонболистов за хорошую игру, вручила подарки лучшим. А в завершении встречи команды сфотографировались на память. «Во-первых, хотел бы поздравить всех наших жителей города с замечательной датой, столетиям образования Государственного летоиспределительного центра. И мы первый тур, первенство России среди мужских команд первой лиги, мы как раз посвятились сегодня данному событию. Очень замечательно то, что Федерация гонбола России допустила нашу команду к участию в первенстве России. Мы уже второй сезон играем, состав у нас в принципе не изменился. Остались те игроки, которые в этом чемпионате играют. Ну, непосредственно сегодняшней игры школа имени Глаченко, астраханская школа. Я в принципе знаю эту команду, мы играем в любительской лиге, у них практически сборная со всех команд. Вот они, представьте, они в любительской лиге выставляют 8-10 команд, по 14 человек. Мы еле-еле можем собрать 12 с одного Ахтубинского района. То есть, конечно, о чем-то это уже о многом говорит. Поэтому очень тяжело было, хотя мы первый тайм на равных играли, до 10-й минуты мы выигрывали, в конце первого тайма начали проседать немножко, но физподготовки не хватило. Первый тайм проиграли немного, а второй тайм, конечно, там астраханская уже была на голову сильнее. Ну и, как говорится, счет говорит сам за себя, конечно, мы проиграли. Но я хочу отметить игроков за волю к победе и желание. Конечно, молодцы, ничего не скажешь. Теперь наша задача пройти дальше по всему первенству без, как говорится, проблем, чтобы команда могла принимать участие, достойно играть, показывать хорошие результаты. Конечно, мы ждем победы. К сожалению, мы уже второй чемпионат, мы не можем одержать победу никак. Ну, я объяснил ребятам, конечно. Вы, так же, как и я, мы ждем этого события, знакового в истории нашего города. Тем более, мы с 2010 года команда не принимает участие в таких серьезных соревнованиях. Приятно, что были маленькие дети, болели за авиатор, наконец-то этот клич. Я думаю, что в ближайшее время будет болельщиков больше и больше собираться, будут нашу команду поддерживать. А вообще, город очень, болельщики поддерживают наш клуб и наш город, и многие желают возрождения. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ